Бойца, который готов драться где угодно, с кем угодно, лишь бы заплатили ему его фиксированную ставку, пусть и не очень большую. Живет он времени в курортном местечке, ну и время от времени занимается боксом, вот так я представляю себе его жизнь. Может быть не совсем правильно. Интересный и другой факт, что и у того и у другого менеджер Актай Уркал, многократный чемпион Европы, тот самый Актай Уркал, который немало проблем создал и Костя Дзю, когда они встречались на ринге США, не так часто ездил Уркал за океан. Но вот такая любительская манера Уркала, достаточно неуклюжая, от обороны, доставила определенные хлопоты Константину, который тот бой выиграл, выиграл по очкам, но не с таким уж и большим преимуществом. Так вот, является менеджером и Илья, и Сефери именно Актай Уркал. Нурисфери более известен в публике местных, так и подавно, пожалуй, самый известный боксер, который живет в Швейцарии. Он уроженец тираны, албанец по происхождению, прозвище «Албанский Тайсон», и встречался с очень сильными боксерами, ну достаточно сказать, что 10 раундов выставил против того же Марка Хука, 12 раундов против Херби Хайда, против Николая Попова, российского боксера в Москве, в форуме происходил этот поединок. Денис Бахтов, тяжеловес, супертяжеловес, не смог его нокаутировать. Крепкий, умелый достаточно, не хватающий звезд неба, тоже нужно об этом помнить, но непростой соперник, по европейским меркам вполне-вполне звездный боксер, швейцарским уж точно. 31 победа, 19 нокаутов, 6 поражений, 37 боев провел он в профи, 35 лет ему сейчас. В этом году еще на ринг не выходил, но не проигрывает с 2008-го, тогда он уступил вернувшемуся в строй Херби Хайда. Немного обреченным выглядит Джулия, Джулиан Илья. Слишком успокоенный такой, не настроенный, не агрессивный. Вот вы видите лист рекорд, 25 боев, 18 победили, всего лишь 5 нокаутов, 5 поражений. Ну а Нури Сефери владеет европейским поясом WBO, на кону он не стоит, ну действительно, или, пожалуй, не тот соперник, который должен этот титул оспаривать. Давайте посмотрим, с каким настроением, в первую очередь, Нури Сефери перед своей публикой появится, захочет убедительно выиграть, как в своем последнем бою, титульным как раз, против Тони Инглреста. Вот только я упомянул и сам задумался, что Илья не достоин того, чтобы сражаться за титул, но разве Тони Инглрест был достоин? Вообще, этого боксера никто не знал, бой проходил в Македонии, 10 боев всего лишь было у соперника Сефери, ну и все кончилось предсказуемо в третьем раунде. Сходный по комплекции, сходный ростом, хотя нет, в какой сходный по комплекции уступает, конечно же. Вот так, когда они не вместе, казалось бы, что очень похожи. Сефери и Илья, но Илья, да, все-таки сказывается то, что он природный полутяж, добавивший в массе. Ну такое впечатление, что на кону титул чемпиона мира. Абсолютного причем. Четыре пояса. Ну что ж, давайте посмотрим, что покажут нам эти ребята. Восемь раундов запланировано. Ну такой промежуточный бой для Сефери, перед тем, как снова защищать свой титул. Интересно, на спине Лас-Вегас. Долгое время были споры. Года, лет шесть назад, на протяжении двух лет и судебные иски подавались, и в прессе спорили. Вот можно ли или нельзя такую рекламу на себя помещать? Вроде бы ты не на стил ринга, не на трусах у тебя, а собственное тело является ли предметом коммерческого использования таким образом. Вот уже давно не видел я. Но это все обсуждается с промоутером, с проводящей стороной, естественно. Потому что за эти бренды нужно платить. Сейчас мы видим какой-то энергетический напиток на спине Ильи. Да, видеться мне, что темпа мы здесь не увидим. И жестких ударов тоже. Хотя вес тяжелый. Тяжелый. Как-то странно стоит в эфире, посмотрите. У него носки развернуты в разных сторонах. Так стоять, находиться в ринге неудобно. Он очень любит, насколько я вспоминаю его бои, в опасных ситуациях уходить головой в правую от себя сторону. Как раз вот к носку, который развернут от соперника. Ну, плотно и тот, и другое стоят на ногах. Это в первую очередь говорит о том, что ребята могут ударить. Потому что с такого положения именно и получается самый жесткий, самый тяжелый удар. Даже вот многие американские боксеры, они после того, как проведут какую-то серию, загоняют соперника в угол, они тут же приседают и уже атакуют более жестко. Потому что с воздуха можно крайне редко достичь большого успеха. Это только мог делать Мохаммед Али и Рой Джонс. Но уступает Сефири именно в росте немножко Ильи. Я вот сказал, что Ильи выглядит субтильнее. Нет, немножко ошибся, когда сходились в центре ринга соперники. Ну и пока что Ильи делает больше, нежели швейцарец. Что это? Что это? Что это? До例. До rugицы. Да? Ты слышишь? Хорошо. И с той же слегка на паск sausagesу. Это шторbolt. Она дождь вас, да? начинается второй раунд восьмираундового поединка первого тяжелого веса назвал я Сефери швейцарцем но здесь вот действительно уже считают своим всю карьеру практически он проводил в Швейцарии выезжая периодически то в Македонию то в Австрию то в Турцию манера его не самая зрелищная большим количеством действий в ринге он не отличался никогда иногда умело использовал ошибки соперников работал подхватывая атаки своих оппонентов ну слишком мягкие ребята на мой взгляд особенно Илья да что-то пытается делать но слишком невыразительно и но не жестко по если считать потому что боксеры то есть по 90 килограмм каждый что увидишь таких на взвешивании и представишь себе что в бою на средней дистанции должна быть такая рубка вместо этого каждый пытается из-за джеба атаковать вот сейчас выстрел справа одиночным Илья закрылся Сефери очень осторожный тоже другой но Сефери постоянно атакует в туловище редко попадает Илья вот если и наносит туда то так вот не жестко или быстро его можно легко ловить на встречу на джеба или на ответ вообще я удивляюсь почему Сефери постоянно такой в туловище и там сложно пробить такого боксера такого крепкого боксера особенно в Селезен он постоянно уносит инверс справа вот именно в то место ну или такой легкий джеб в туловище он не переносит ни очка ни раздражения понятно ну и так как все что очень сложно вызвать это самое раздражение у Ильи вот сблизились качнул противника или сделал шаг потеряв равновесие Сефери ну как не отреагировал на эту идею можно было продолжить атак и в мыслях не неплохая концовка неплохая концовка Лев